Доброе утро! Сегодня четверг, 7 мая, в эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллинн». И сегодня у нас в гостях начальник патрульной службы Идахариевского отделения полиции Юхан Еванин. Доброе утро! Доброе утро! Юхан, у полиции дел все больше, забот все больше, потому что солнышко, весна, и люди, конечно же, немножечко забывают о том, что чрезвычайное положение у нас по-прежнему действует. Ну, я понимаю, что люди начинают уставать уже от этого чрезвычайного положения. Мы, как говорится, со стороны полиции их понимаем, но чрезвычайное положение действует, продолжает действовать, и, значит, нужно выполнять требования вот этого чрезвычайного положения. То есть основное – это все-таки требования 2 плюс 2. Скоро здесь будут небольшие постепенные выходы с этого, так сказать, чрезвычайного положения. Открываются торговые центры. И, естественно, если мы находимся где-то в многолюдных местах, пытаемся вообще многолюдные места избегать, ну, есть варианты, когда мы попадаем в ситуацию, где мы магазин, будь то общественный транспорт, ну, там, естественно, желательно носить всем маски. Несмотря, как говорится, на то, что молодые люди вроде как, может быть, не так боятся этой болезни или переносят ее более легко, ну, поймите, что мы можем перенести, молодые люди могут перенести это заболевание своим родителям, бабушкам, дедушкам, там, или престарелым родственникам. Поэтому все-таки это очень опасно. Я понимаю, что тенденция количества зараженных этим вирусом постепенно падает, но общее количество все равно зараженных продолжает расти. И тут сказал бы, что нам нужно быть всем очень внимательными, следить за социальным дистанцированием, за требованием 2 плюс 2, избегать многолюдных мест и следить за своей гигиеной, сохранять здоровье свое и своих близких. Можем ли мы говорить о каких-то цифрах? Например, сколько было сделано предписаний, штрафов? Письменных предписаний было сделано в Пыхинском регионе, около 650. И предписаний выписано уже денежных взысканий, выписано 79. И в основном из них это за нарушение требования 2 плюс 2. Юхан, ну, минувшие выходные стали такими очень показательными, потому что люди устроили вечеринку. Да, к сожалению, был случай на Тарфском шоссе в Таллине, где в одном кафе, так сказать, собрались 20 молодых людей и устроили вечеринку. На требования полиции они не хотели открывать дверь, думали, что таким образом они избегут наказания. Но, естественно, полиция вошла, и в основном всем были выписаны письменные предупреждения. Юхан, у нас впереди еще очень много праздников, в том числе 9 мая, в том числе День матери. Наверняка и здесь полиция тоже хочет сделать какое-то напоминание. Напоминание такое, что полиция продолжает следить за выполнением требования 2 плюс 2, социальное дистанцирование. Вот, в любом случае, как бы не хотелось там куда-то пойти или что-то предпринять, или там какой-то компании, значит, полиция находится и в городе, и находимся и за городом, в местах, где люди собираются на всяких, на всех, в принципе, ну, от РМК. Да, такие места для гриля. В площадках, местах для гриля, их тоже проверяем. Вот, используем также дроны, АТВ, квадроциклы. Вот, поэтому все равно соблюдайте, будьте добры, соблюдаем требования 2 плюс 2. Ну, и, конечно же, расслабляться не стоит, со следующей недели открываются торговые центры, детские площадки. Нужно все же быть внимательными. Естественно, нужно быть внимательными и, значит, как я сказал, предостерегаемся. Если нам нет необходимости посещать торговый центр или нет необходимости идти в какое-то место, где идет скопление людей, то, естественно, избегаем этого, вот, и следим и остаемся здоровыми. Спасибо вам большое. Информационный блок «Доброе утро. Таллин» подошел к концу. У нас в гостях был начальник патрульной службы и дохаревского отделения полиции Юхан Еванин. Продолжение следует...